Новые направления сотрудничества. Пензенская делегация, вернувшаяся из Беларуси с девятого форума регионов двух государств, подводит итоги рабочей поездки. Среди сфер взаимодействия теперь называют и медицину. В частности, наша область может стать экспортером клапанов сердца. К тому же есть наработки в машина- и приборостроении мебельной отрасли. Но, пожалуй, наиболее масштабным и приоритетным остаются договоренности по сельскому хозяйству. Так, в ближайшие годы к нам поступят 256 тракторов и 179 зерноуборочных комбайнов из соседней республики. Кроме того, возможна взаимопомощь в животноводстве и растениеводстве. Как отмечают специалисты, товары и технологии двух стран удачно дополняют друг друга. Главная задача сегодня – необходимо координации с тем, чтобы у нас были единые требования, подходы по сертификации продукции. И целому ряду других параметров, чтобы у нас были единые стандарты. Принятие итогового документа, который учитывает все предложения участников этого форума, он и позволит обеспечить планомерную работу по его выполнению. Но уже сейчас взаимодействие с партнерами из Беларуси активно ведется по разным направлениям. Только по итогам первого квартала 2022 года на долю Дружественной Республики пришлось почти 10% экспорта из нашей области. Почти 200 пензенских предприятий сотрудничают с соседней страной. Мы 8 тысяч наименований продукции, материалов, комплектующих дали. Это то, что подлежит импортозамещению в рамках нашей сегодняшней работы. Мы надеемся, что сумеем преодолеть возникшие трудности из-за ухода с рынка западных партнеров. Уже, в принципе, этот процесс у нас активно прошел. И увеличить рынок избыта. Тем более, теперь у нашего региона появились новые партнеры в союзном государстве. Главы Пензенской и Витебской областей в ходе форума в Гродно подписали соглашение о сотрудничестве.